Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последнее время я ощущаю острое и обидное чувство несправедливости. Ну, раз вы ощущаете его в последнее время, то, соответственно, логично было бы спросить вас относительно того, с какого момента это началось. С какого момента вы стали чувствовать это чувство? Вот. Когда-когда конкретно это чувство у вас появилось. Вот. Потому что если в последнее время, значит что? Значит оно когда-то появилось у вас. Значит что-то на него повлияло. Вот. Ну и, соответственно, нужно увидеть, постараться, что именно на него повлияло. Вот. Вот. Если, вот, в последнее время, как вы говорите, вы стали его чувствовать. Дальше. Чувство несправедливости, это всегда про оправдание чего-то. Хоть вам, вам, скорее всего, будет это неприятно слышать, но несправедливости человек обращается, когда нужно оправдать какой-то свой выбор, какое-то свое решение, которым человек не слишком-то доволен. То есть, когда я отказываюсь принимать личную ответственность на себя за, так скажем, ситуацию, вот. Когда я отказываюсь принимать личную ответственность за ситуацию, вот, тогда появляется вот это вот чувство несправедливости. Как возможность компенсировать неудовольствие, мое, мое собственное неудовольствие от мной принятого решения, например. Поэтому в рамках психологии, да, мы, вот, психологи, воспринимаем несправедливость именно через вот данную призму. Вот, то есть через призму именно оправдания чего-то. Потому что несправедливость это чувство детское, несправедливость это действительно чувство, эээ, чувство такое вот больше про жертвенность, а вот про зависимость и, соответственно, человек, человек не просто так оказывается в этом состоянии. Вот, человек не просто так оказывается в этом положении не просто так. А хотите, значит, ну, хотите верьте в это, хотите нет, да, но не просто так, вот. Потому что, потому что, потому что, потому что, эээ, поверить в то, что вы, например, своего мужа не знали, и поверить в то, что для вас, ну, для вас, ну, было или стало неожиданностью такое его поведение, да, довольно сложно. Вот. Зачастую, зачастую, эта история именно про то, что вы как-то вот надеялись на то, что человек будет вести себя по-другому, надеялись на его перемены, надеялись на то, что он изменится, надеялись на то, что он будет, эээ, как-то меняется, а люди не меняются. Вот. Если у них для этого нет мотивации. Ну, совершенно очевидно, что у вашего мужа как раз таки мотивации меняться особо нет. Вот. Вот. То есть его, в принципе, всё устраивает. Вот. Ему, ну, как-то, в принципе, всё нравится, да, он не видит проблемы в том, что, ну, в том, что для вас является проблемой. Ну, вот. И для того, чтобы донести человеку, например, что для вас это проблема, нужна, во-первых, нужна, во-первых, коммуникация, то есть нужна конструктивная, ну, нужна конструктивная коммуникация. Это первое. Это первое. А второе, что нужно, это, эээ, я бы сказал, эээ, я бы сказал личностное общение, то есть взаимное уважение, понимание, вот, общие цели. То есть общий фундамент, фундамент ваших отношений нужен, вот. Если этого нет, то в проблемах ваших человек, скорее всего, не поймёт. Поэтому вопрос, ну, здесь заключается именно в том, что между вами общего, между вами вашим людям, вот, и есть ли что-то общее между вами, вот. Если есть что-то общее между вами, то что это, что это общее, то есть что оно составляет, что из себя представляет. Дальше речь пойдёт про ребёнка, поэтому, соответственно, что для вас и для него означает ребёнок, то есть что для вас значит рождение ребёнка, что для него значит, значит рождение ребёнка. Вот, как вы пришли к тому, что у вас будет ребёнок, да, то есть, ну вот, как вы к этому пришли, такой довольно важный получается тоже момент. Как ребёнок, значит, вписывался в ваш быт, в вашу же систему ценностей, вот, все эти вещи нужно выяснять. И, соответственно, в каждой из причисленных сфер, в каждой, в каждой из причисленных сфер, можно что-то изменить, можно что-то подкорректировать, чтобы вам с мужем стало интересно. То есть, как бы, здесь ключевой ваш момент в том, чтобы человека заставить, чтобы заставить его, чтобы заставить человека делать, ну, например, так, как вы хотите, да. Вот. А я говорю, заставлять не надо, а нужно сделать так, чтобы ему было интересно с вами. Вот. Потому что, то, что он, например, не проводит с вами время, там, зависает в барах и так далее, как вы, как вы говорите. Вот. Вот. Это связано, к сожалению, именно с тем, что вот ему не очень с вами интересно. Вот. И, да, вы можете сказать, ну, а что, я обязанность, что ли, его развлекать? Нет, не обязанность. Не обязанность, если не хотите, не надо. Не надо этого делать. Вот. Но мы тут, как бы, говорим о чем? Мы говорим о том, что можно сделать в этой ситуации. Правильно? Вот. Если мы говорим о том, что можно сделать в этой ситуации, то варианты такие. Но вы не обязаны. Вы не обязаны. Абсолютно. Абсолютно нет. Вот. Поэтому вы решать тут, вот, только вам. А как, как, как будут развиваться дальше ваши отношения? Я нахожусь в декрете. Муж работает дома, помогает с ребенком. Приведу два примера ситуации. Летом, очень часто после работы, муж зависал с друзьями и коллегами в барах, когда он потратил деньги за двух-трех часов ночи. В том числе я знал о том, что он мог позволить себе проводить коллегу-девочку. Откуда вы это знаете? Раз. И почему мужу было интереснее эту судьбу, их межели чем с вами? Вопрос. Мог сидеть до победного, когда уже и бездетные друзья давно уехали домой. Все это приводило меня к очень сильной обиде, а порой к ярости. Да. Знаете, то есть, вместо того, чтобы обсудить с мужем эту ситуацию, мне осталось, чтобы спросить, например, себя, как я оказался в такой ситуации для себя, вот, непростой, да. Значит, вы просто уходили или уходите в VR. То есть, как бы, ну, получается что? Получается, перекладывая ответственность на человека. Вот. Вопрос был вот с вами происходит. Ну, у него свое видение, у вас свое, это нормально. Вот. А, ключевой момент, ключевой момент, как мне кажется, заключается в том, что вы считаете, что муж вам должен что-то. Вот. Ну, он вам, может быть, и должен. Может быть. Только, а что делать, если он не выполняет этого долга? Как вот тогда, как в таком случае, быть вам. Понимаете, да? От того, что вы требуете. От него. А я, я, я哲аманжа именно, из требуя. На мой взгляд, ну, ничего хорошего, не будет, не будет. Вот. От того, что вы, ну, от того, что вы именно, именно, требуете. От него. Вот. А я, я, я哲аманжа именно. из требований получается. Истребований и из вашей собственной неудовлетворенности, которую вы дальше раскрываете. Вы запрещаете себе что-то дорогое покупать, например, а вот вы себе это запрещаете делать, а муж себе это позволяет и вам от этого больно. Ну, в принципе логично. Дальше. Значит, почему я сижу дома? Да, а действительно, почему вы сидите дома? Ну, вот на самом деле. Почему вы сидите дома? Хороший вопрос. Очень хороший и правильный вопрос. А он тусит где-то? А он должен быть с вами? Он должен быть с вами? Потому что почему я не могу взять и пойти тусить гулять? Хороший вопрос. Опять же, к вам. Мне никто даже не предлагал посидеть с ребенком, чтобы я могла отдохнуть. Нужно было заранее договариваться и просить. Здесь у вас ожидания, вам никто не предлагал. То есть, что о ваших потребностях будут думать, да? Откуда эта история? Это история про то, что вы себя заранее, в чем-то ограничиваете до этой ситуации. Сейчас муж стал часто себе позволять делать покупки для себя, которые, на мой взгляд, не являются острой необходимостью. Но это не вы решаете, если он тратит свои деньги. Сейчас муж стал так, значит, который стоит больше тысяч рублей. Ну, повторюсь, это не вы, не вы решаете. Я постоянно от себя отказываю. Думаю, но это не сейчас. В частное время обойдется. Это дороговато. Так а вследствие чего это происходит-то? Вследствие чего происходит, что вы так делаете? Притом, что прям дорогие предметы я не рассматриваю даже. Ну, опять же, а как вы к этому пришли? Просто так мне муж деньги не дает. Нужно, видимо, выбрасывать. Это зависит от... В данном случае вы говорите про то, как организованы ваши отношения. И, по сути, ну, вы говорите, на мой взгляд, о том, что ваши отношения организованы достаточно, 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 скажем так, узко. То есть это грань мужчины и женщины и грань мужей и жены. Всё. Дело в том, что если, например, человек, извините за тавтологию, интересуется интересами другого, то вряд ли вопрос денег будет стоять. Вряд ли. Вряд ли вопрос денег вообще будет стоять таким образом. Почему? Потому что если я интересуюсь твоими интересами, и если мне эти интересы прям вот интересны, то вопрос денег не стоит. Понимаете? А если я не понимаю твоих интересов, если твои интересы не являются системообразующими для меня в плане построения твоего образа, то, как бы, ни мотивации, соответственно, тоже нет. Дальше. Напомню. Я в декрете работаю на полставки дома за гроши плюс получаю пособие. Ну, опять же, то, что вы работаете дома на полставки за гроши – это история про вашу организацию, как работы, так и оценки себя, так и профессиональной реализации, в которой вы можете быть не удовлетворены, если в случае вы реагируете на эту ситуацию так. Дальше. Денег на себя у меня мало. Ну, опять же, это вопрос, зачем? Вы, выстраивая отношения с мужем, как-то этот момент прорабатывали? Вы это обсуждали, обговаривали? Вот. Или, окей, вы могли этого не обсуждать, не обговаривать? Вытекало ли это из отношения его к вам? Непонятно. Муж на мои вопросы о дорогих вещах говорит, я же работаю, это мои деньги, разве я не могу себя немного бомбаловать? И он прав. И он прав. Он прав. Может. Также у меня ощущение, что я себя чувствую жертвой и вставляю в себя таковой мужем. Это правда, вы перекладываете личную ответственность на него. Мне обидно, что он не понимает. Вот. Это вот, как раз, жертвенная позиция. Ваши ожидания, которые являются формой ваших желаний. Вот. И так далее. Не предлагает сам ничего, нужно просить. Вот, вот, вот. Это про ожидания. Это про ожидания. А со своими ожиданиями вы обращаетесь в форме требований. Вот. Для меня это непросто. Что именно? Простить непросто? Возможно. В таком случае нам нужно поработать со сыном. Раньше у меня не было простить, нужды простить что-то. Я работал, а мне хватало на свои хотелки и нужды. Как справиться с этими чувствами и как начать себе позволять? Ну, в первую очередь, наверное, по самооцерке, по самооцерке поработать. Ну, вот. Помочь вам выйти из позиции жертвы. Вот. А дальше, я думаю, уже будет видно. Также можно было бы гармонизировать отношения с мужем. Вот. И если муж видит проблему в том, например, что вы описываете, то можно поработать с вами обоими. Вот. И проблему можно решить. Вот. Если оба, например, хотят работать над отношениями. Вот. Что можно сказать здесь? Здесь можно сказать до ужаса, наверное, банальную вещь, связанную с тем, что дети рождение детей попортило не одни отношения в паре. Вот. И из-за того, что люди оказались не готовы к определенным вызовам, взаимоотношений, построенных на достаточно поверхностных в началах. В начале, вот, к сожалению, то дети такие отношения, конечно, сильно страхивают. Вот. И для родителей какие отношения являются, конечно, серьезным, серьезным испытанием. Вот. Это правда. Но, все можно решить, я повторюсь. Вот. Поэтому, было бы, было бы, желание, вот, было бы, вот, ну, были бы, какие-то, теплые, чувства, у вас, у вас, к вашему мужу. Вот. И любая преграда, в принципе, может быть разрушена. В частности, как обстоят дела с вашими чувствами? Вашими чувствами. Вашими чувствами. Гаврибинку. Вот. То есть вот, как обстоят дела с этим, в момента. То есть, я, ну, любите ли вы, фейварибинку? Аааа, счастливы ли вы, что, что, что ребенок вот у вас, ааа, ну, ну, что, вы мама. Вот. Как, как у вас отношения с ребенком складываются? Вот. Проводите ли вы с ним время? Играете ли вы с ним? Получаете ли вы удовольствие от игры с ним? Вот. Вот. Тоже очень, очень, очень важный, очень важный момент. Может быть, ваше желание, ааа, пойти, погулять и потусить, ааа, в какой-то степени связано с тем, что, ааа, вам вот, ааа, ааа, с ребенком не очень, не очень, ааа, комфортно. Вот. Может такого быть? Такого быть? Как, как вы думаете? что? Ааа, я не к тому, ааа, вы, поймите правильно, я не к тому, что, вы не должны, гулять и так далее, не, 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 ни в коем случае. Я не к этому. Я исключительно про то, чтобы, максимально полное раскрытие, ааа, ситуацию, в которой вы оказались. Вот. Только из себя. Вот. Чтобы, была полнота, как, ааа, полнота картинки, чтобы была. Вот. Сейчас этой, ааа, полноты, картинки нет. Вот. Несмотря на, объёмный текст, вы всё равно, в основном, в основном, в основном, описали жалобы, жалобы. То есть, в основном, это жалобы на мужа. Вот. Понимаете? Но очень, очень мало, про вас. Мало про, эээ, чувства к мужу. Мало про чувства к ребёнку. Вот. Мало про отношения к работе. И так далее. Вот. Всего этого, к сожалению, Это очень важно, потому что это составляет вашу активность. Вот. Поэтому, надо разбираться. Вот. Надо разбираться со всеми этими моментами. Вот. Нужно смотреть на все эти моменты. И из этого находить уже, какие-то варианты. Из этого находить. А какие-то выходы. Вот. Из этого находить. Ээээ. Эээ. Решение. Менять свой режим. Ну и. С вашими. Чувствами. Внутренними. Конфликтами. Противоречиями. Тоже необходимо работать. Само собой. Разумеется. Вот. Потому что. Это влияет. И влияет очень сильно. Эээ. Я имею ввиду. На вас. Вот. Это влияет. Влияет на. Ваше. Ну. Поведение. Да. На вашу. Вот. Это влияет на. Мобиль. Вейма дырствия. Сээ. Музун. И самос. А бурят это в рам. Блок. Свея в рам. Сэссюрствуй. Сэссюрствуй. Такой. Ситуа. Ооо. Такой ситуации оказались. Вот. Ооо. Можно ли вам помочь? Да. Помочь вам можно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начаться по работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Могу вас пока. Марк. Такой ситуации. Продолжение следует...